Поселки Коломок развернулись гуляния. Району 25 лет. Первые исторические упоминания Коломокского городища исчисляются тысячелетиями. Район образовали в 1923 году, но уже в 1959 присоединили к Краснокутскому и Валковскому. Однако в начале 90-х инициативная группа решила возродить Коломокщину. Всего было. Ну, Коломачане, есть Коломачане. И мы добились. Теперь у нас есть свой район. Мы очень этим гордимся. Хоть он у нас маленький, но у нас все один одного знают. Мы все дружные. По народной версии, Коломок назвали в честь поля с тысячами маков, на котором ночевали казаки. А местные краеведы считают, что поселок получил название от одноименной реки, которую половцы упоминали как разветвленную и заболоченную по-тюркски Коломок. Гости приехали на праздник не с пустыми руками. Витаю. Сегодня в тебе свято. Ты диви. Целый автобус, и он твой майже. Кондитерские изделия, бусы, рушники, поделки из дерева и глины, куклы-мотанки. Техники передаются веками. И сколько идти на мотанку такого типа? Часу. 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 Ну, может, година, может, двое, а может, и неделя. В этом году из областного бюджета выделяется на культуру 6 миллионов, на медицину 1,5 миллиона, на обеспеченную 6 миллионов. Это действительно кошти значимые. И субвенция из государственного бюджета 3 миллиона, это на развитие объединенных территориальных громадей. На все средств не хватает, вздыхают чиновники. В свод анализе района говорится о сильном износе объектов ЖКХ и транспорта. А состояние большинства дорог не соответствует стандартам качества. Будут сделаны ремонты. В НВК Коломоку мы сделаем спортивный зал, а также отремонтируем и поставим новые векна, для того, чтобы дети в зиму могли комфортно заниматься. Сделаем ремонты в Резуненковском НВК, отремонтируем дах, а также поставим новые векна. И в Шелестововском НВК также заменим частину векон. Будем работать над тем, чтобы сделать новый майданчик и штучное покрытие для всех любителей футбола. Цего года также планируем завершить ремонт других инфраструктурных объектов. Также в Ново-Иваневском доме культуры начнем ремонт. На это выделили 7 миллионов гривен. Будем делать и поточные ремонты дорог. Именно с Коломокского района стартует реализация областного проекта «Энергия света». Его суть – в решении проблем с освещением во всех населенных пунктах региона. В самом Коломоке фонари установили на трех улицах. У района большой потенциал, считают специалисты. Географическое положение и пригодные для сельского хозяйства земли позволяют разместить здесь перерабатывающие производства и аграрные предприятия. Шансы на финансирование имеют территориальные громады, которые сами крепко стоят на ногах и имеют государственную поддержку. Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив».